привет всем сегодня снова с вами я я хочу сегодня сделать макияж но прежде всего я бы хотела поблагодарить всех за добрые комментарии за милые приятные комплименты я очень очень благодарна вам вы меня очень сильно мотивируется на новые видео потому что это не очень легко делать если вы когда-нибудь пробовали то я не думаю что каждый из вас соберется делать следующее видео это очень сложно но тем не менее я стараюсь потому что мне это нравится мне нравится доставлять удовольствие людям не нравится получать комплименты мне нравится думать что я хоть одного человека осчастливила и чему-то научила поэтому давайте сейчас начнем и начнем мы сегодня вот такой вот розовой воды вот такая вот у меня розовая водичка я хочу протереть свое лицо я возьму вот такой вот спонж немножечко я протру свое лицо вот так вот немножечко увлажнит очень приятный запах кто какой любит но вот этот розовая водичка она очень приятная я беру ее специализированном магазине вот так немножко шейку у меня лицо в принципе подготовлено нам не нравится немножечко нанести вот такой вот водички она очень освежает после это приятно очень ощущение можете не выкидывать спонж он вам понадобится если вы используете пальчик и так сегодня я хочу вам показать небольшой тоже секретик не все это используют и многие очень боятся я хочу вам показать сегодня как я буду смешивать все тоналки у меня вот такая вот есть шанель и вот такой вот у меня есть пробник estee lauder double wear то есть он очень плотно но он очень темный как вы видите и так для этого я возьму первое что я возьму это estee lauder я беру прям абсолютно маленькую капельку теперь я взяла шанель но тоже маленькую капельку но чуть больше можно взять сейчас я возьму вот такой вот аппликатор у меня есть от кико и размешаем прямо на своей руке можете просто не бояться смешивать тональное средство и так я вот размешала я начинаю наносить я думаю что я хорошо смешала сейчас как я уже показывала я беру праймер накладываю потому что я хочу чтобы мой мое лицо светилась смотрите какой я цвет намешал красивый половину лица я показываю и так а вторую сторону я беру спонж он у меня уже смоченный и полотенцем и я начинаю укладывать тональное средство все люди по-разному любят в любом случае конечно же я вот сейчас накладываю тональное средство с этой страны я тоже буду поправлять но кому как нравится девочки особенно взрослые женщины возраста как я и старше нам очень тяжело перейти на все эти кисти на все эти спонж самое главное не растягивайте знаете вот лучше все делать притаптываю щими движениями и так вот смотрите вот я положила спонжа и вот здесь я положила в любом случае мы у нас не должно быть все как штукатурка поэтому мы берем спонж и вот такими движениями убираем и с этой стороны на шее вы уже можете протянуть чтобы у нас сравнивать такой вот цвет у меня что если вы перемешаете темная тоналку мало ли случайно купили и светлую тоналку не бойтесь перемешать самое главное вам добиться вот на этой или вот на этом месте вы можете просто попробовать какой вам цвет подходит а сейчас продолжим и я для этого возьму консилер от лориаль притаптывающими движениями самое главное не растягиваем девочки не растягиваем носогубку все вверх чтобы не было эффекта опускание ваши щеки чтобы все вверх вот так не растягиваем только постукиваем притаптываем как я это называю начнем другой глаз когда вы притаптываете смотрите вверх не обязательно вам видеть что вы делаете самое главное не опускайтесь на эту зону если у вас есть пигментные пятна вы тоже можете их закрой спонж и я начинаю вот такими движениями аккуратно убирать остатки очень глубоко посажены глаза для тех у кого глубоко посажены глаза и вот видите вот здесь немножко темновато остались места поэтому можно взять вот так вот консилер кисточку вот такой вот прямо плоскую видите чуть-чуть буквально берете и просто закрываете эти темные места туда я пальчиком не прохожу потому что у меня ногти чистый глаз был лучше всего конечно же вот так вот аккуратно поправить кистью но опять же это у кого ногтей нет вы можете даже пальчиком туда подлезть сейчас для того чтобы мне поправить свои глаза и дать яркость своим глазам я возьму вот такой вот карандаш от криолан вот такой вот у него цвет бело-бежевый и начинаю подводить глаза внутреннюю часть и чуть-чуть сверху вот так приступаем к другому глаза это практически незаметно но вы этим самым увеличиваете свой глаз сейчас чуть-чуть буквально подтянул я подвела не нижняя века он очень-очень пигментированный очень красиво смотрим маленькая палеточка тени от шанель я беру вот такую кисточку вот такой пушистенькой кисть и беру буквально чуть-чуть не берем много даже маленько стряхивая и вот сюда на середину глаза вот такими круговыми движениями чуть-чуть задевая буквально осветляем как бы наш глаз немножечко нанес можно использовать тоньше кисточку но я специально хочу вам показать что можно в принципе использовать минимум кистей я понимаю что не у всех много кистей мало кто любит использовать только вас прошу пожалуйста не пользуйтесь спонжами спонжами вы будете использовать большое количество продуктовые а эффекта не добьетесь того такого как кого будете использовать с кистью в крайнем в крайнем случае вы можете использовать пальчик я в одном из своих коротких видео показывала как можно использовать то есть вы просто перекладываете тени не растирая вот так вот тень ему нанесли я беру вот такой вот карандаш у меня от make up forever очень хороший цвет он вот такой вот так вот выдвигается и на верхняя века я всегда могу как бы не подтягивая века некоторые люди подтягивают я могу не подтягивая смотря вверх подвести глаз вот так сильно глубоко не видите чуть-чуть вывели также второй глазик начинаем он очень мягкий очень пигментированный но я уверена что вы можете подобрать такой сейчас огромное количество косметики вот этот make up forever очень хорошие карандаши и они очень мягкие вот так и сейчас то что я вывела немножко чуть-чуть вот так вот сверху вот так совсем чуть-чуть вам покажу какими кистями можно этот карандаш растушевать можно взять вот такую маленькую кисть для подводки можно взять вот такую пушистую кисть тоже ею можно растушевать можно брать но ни в коем случае не берите вот таких кистей иначе вы разнесете сильно много то есть вот такие пушистые нет я возьму для этого мне будет удобно вот эта кисть она очень коротенькая вот такая вот пушистенькая внутри и она очень коротенькая видите вот так вот и вот такими движениями вот таким я вам покажу сейчас обеими кистями как можно растушевать самое главное вы должны это сделать потому что просто карандаш очень грубо может смотреться я очень извиняюсь за то что у меня орет кошка котенок но с ней невозможно красить и я ее закрываю на балконе и мне приходится слушать как она кричит вернее не только мне а еще и вам а я извиняюсь я перешла к другому глаза для второго глаза я беру вот так вот у меня получилось вот с этой кистью сейчас я возьму вот эту кисть и буду раз то шоу вот этой кистью я просто могу это и этой здесь вы просто берете кисть сверху и начинаете растушевывать вот таким вот образом вот а на мой взгляд вот этой кистью немножко дольше получается вот так в этом макияже мы не трогаем нижняя века вообще у нас получается только верхняя века видите я этой тоненькой кистью поправляю другой глаз вот такая вот получилась у нас под водочка очень аккуратненькая растушеванная сейчас мне нужно сделать контур лица для этого у меня вот такой вот есть бронзер вот такой вот от кайли я вот беру вот такую вот кисть пушистенькую опять же маленькими маленькими движениями и начиная от виска веду к носику но не сильно близко девочки совсем чуть-чуть немножко задеваем наши виски чтобы наше лицо обрело контур вот совсем чуть-чуть вот я уже сколько пользуюсь а ей ничего видите я просто очень маленькое количество использую недавно смотрела видео и была девушка с большим количеством подписчиков но я была просто в шоке от того что как некрасиво она делает контур лица она делает его вот здесь у нее лицо просто получается вот эта часть светлая а вот эта часть темной и лицо получается как будто подпрыгнуто поэтому девочки обязательно делаем вот на это место на кость у меня здесь кость люди думают что я делаю уколы не делаю у меня это кость это днк наверно вот так такими круговыми движениями берем совсем маленькое количество то что это все пигментировано несмотря на то что кажется что светлая на самом деле она дает хорошую тень лицу потому что это не должно казаться полосками оно должно быть просто оттенять должно просто немножко показать контур вот я здесь я есть совсем чуть-чуть обязательно обязательно девочки не забываем вот совсем чуть-чуть сюда даже если у вас есть второй подбородок все равно совсем небольшое количество не сюда потому что тогда у вас будет еще больше облицать а вот именно здесь тогда за счет тени вы приподнимите как бы свое свое лицо я буду делать румяна то же самое у меня от кайли есть румяна немножко такие персиковые совсем такое же небольшое количество я беру эту же кисть так что вы можете делать то же самое каждую после каждого макияжа я советую мыть кистью для того чтобы у вас не было никаких не инфекции не разносили никакие бактерии видите они очень светлые очень светлые я беру маленькое количество а уже они есть на щеках вот так совсем чуть-чуть от виска ведем к носику не вниз опять же девочки вы можете немножко дозадевать контур ничего страшного но самое главное не делайте вот таких движений чтобы не опускать свое лицо девочки я еще хочу попросить извинения у вас у многих которые просите больше видео на самом деле это очень сложно делать поэтому как я только собираюсь я стараюсь сделать хотя бы раз в неделю одно видео и стараясь сделать среди недели короткие видео по возможности буду делать больше мои извинения вам опять же чуть-чуть сюда добавили и можно вот зайти вот так вот чуть-чуть по всему лицу совсем чуть-чуть вот чтобы у вас лицо казалось ровненьким вот вот что получается я беру карандаш от кико светлые очень для бровей и просто чуть-чуть добавить волосков берет на и красить реснички я начинаю красить от корня и и концу ни в коем случае никогда вот так вот не красить и тогда вне прокрасить и ресницы чуть-чуть от корня протягиваете кверху куда вам больше нравится либо вверх либо в бок мне нравится немножко лисий взгляд медали видные глаза поэтому я протягиваю всегда в бок мне хочется добавить небольшую изюминку к этому макияжу у меня есть вот такие тени от шанель вот такие вот они блестящие для этого я возьму их можно пальцем переносить но туда опять же я не подберусь я возьму вот такой аппликатор аппликаторов сейчас великое множество поэтому вы можете взять любой аппликатор люди даже используя дух очистки и вот таким вот образом на небольшое совсем небольшое количество на то место куда вы накладывали креолан тогда у вас тени лягут ровно вот так вот видите как красиво небольшая изюминка а как красиво сразу получается и так реснички я накрасила и так мой макияж подходит концу сейчас мне нужно только оформить свои губы и посмотрим окончательный результат я сегодня решила взять вот такой вот карандаш у меня уже заканчивается от никс вот начиная от края а так очень мягкий карандаш поэтому очень часто используя карандаш даже вместо помады и сейчас я возьму кисть и немножко растушую вот получается вот такой вот цвет от карандаша всего лишь от карандаша я у я просто нанесу чуть-чуть прозрачного блеска это губы я накрасил и так у меня почти заканчивается мой макияж и я беру свою вот такой вот кисть веерочек беру вот такие вот такую пудру транспарант пудру прозрачная пудра от кат ванди буквально чуть-чуть задеваю ей и нельзя пользоваться очень много потому что она на фотографиях может оставлять белые пятна поэтому я просто подчищаю что не дай бог у меня осыпалось совсем чуть-чуть самое главное чтобы это было прям незаметно никаких белых белых пятен мы не делаем то что она отсвечивает вот так итак я закончила свой макияж как вам такой макияж напишите мне в комментарии буду очень рада с уст почитать ваши комментарии нравится ли вам моя техника нравится ли вам краситься так как я какие макияжи бы вам еще хотелось бы увидеть напишите мне пожалуйста все в ваших комментариях а я буду очень рада если вы поделитесь со своими друзьями подпишитесь на мой канал поставите мне ваши лайки они мне очень нужны